В этом разделе мы с вами поговорим о нескольких технических приемах агрегор. Мы уже говорили о двух из них в курсе с правилами на доске 9х9. И прежде чем двигаться дальше, к новым темам, я предлагаю вспомнить, что мы изучили в прошлый раз. Одним из тех приемов была лестница. Давайте посмотрим. В этой симметричной позиции ход черных. И они могут захватить белый камень вот таким образом. Это атари, из которого белые не могут вырваться. Если они пытаются убегать, черные преследуют их. И получается лестница, которая рано или поздно дойдет до края доски, и белые погибнут. Однако будьте внимательны, ведь лестница не всегда работает автоматически. Если, например, у белых окажется камень на пути лестницы, скажем вот здесь, то сейчас при ходе черных лестница уже не работает. Если черные снова попытаются захватить камень таким же способом, белые смело спасают его. Белые убегают. Черные преследуют. И белые камни соединены. Вести за черных такую лестницу, которая не работает, крайне опасно. И в корне неправильно. Ведь теперь белые камни спасены, а у черных сплошные слабости. И это подводит нас ко второму приему, о котором мы говорили раньше. Двойное атари. Ведь теперь, какие бы камни не спасли черные, например, черные соединяются здесь, дальше белые могут сыграть в любой из этих пунктов, и это будет двойное атари. И черные не смогут спасти все. Например, белые играют сюда, и это атари сразу на два камня черных. Черные спасают один, но белые захватывают другой. И при всей кажущейся простоте этих приемов, помните, что один такой прием, который сработал или не сработал, может решить исход всей партии. Поэтому будьте внимательны. Ну а следующий прием, с которым мы познакомимся, называется «Защелка». Название довольно странное, но когда вы его увидите, я надеюсь, станет более понятно, почему он так называется. Посмотрите на камни белых. У этих двух камней осталось всего два доме, и черные хотели бы захватить эти камни в плен. Однако, если черные прямолинейно дают атари с этой стороны, то у них ничего не выходит. Белые соединяются, и они спасены. Но у черных есть более хитрый план действий. Они могут пожертвовать один камень вот таким образом. Теперь белые могут захватить этот камень, что они и делают. Однако после этого захвата у трех камней белых осталось всего одно доме. Защелка захлопывается, и черные захватывают эти камни в плен. Этот ход еще чем-то похож на камикадзе. Жертвуя собой, он уничтожает противника. Жертвуя одним камнем, мы захватываем два или более камней противника в плен. Но давайте еще один пример. Это очень похожая ситуация, только теперь у белых уже три камня, и если черные дают атари со своей стороны, то у них снова ничего не получается. Белые соединяются, и они спасены. Но черные снова жертвуют один камень, и если белые принимают жертву, то их камни снова попали в защелку. И черные следующим ходом забирают уже четыре камня белых. Поэтому обычно в такой ситуации, понимая, что камни попали в защелку, и их уже не спасти, белые просто не забирают камень, а играют сразу в другом месте. Защелка — это немного вычурный, но красивый прием в Го, который, однако, довольно часто встречается в реальных партиях. Мы с вами посмотрели пару простых примеров, а теперь давайте перейдем к практике, где есть задачки посложнее.